У вас потели ладони, пульс учащен, вам знакомо, наверное, это ощущение. Пусть перед вами хотя бы даже один человек, это уже для вас мучительное испытание. Многие из нас страдают от этого страха, от страха появления на публике. И каждый раз, когда нам предстоит что-либо сделать перед более-менее крупной аудиторией, у нас сковывает горло, начинается какой-то спазм, вы не можете произнести ни слова. В общем, вам знакомы эти ощущения. Сегодня мы говорим о боязни сцены, как преодолеть. По себе знаю, когда провожу, например, стрим для ютюба, я, например, играю чисто, хорошо, но когда нажимаю кнопку записи, все меняется, начинается какой-то страх. Почему? Как побороть эту фобию? Мы часто за несколько недель, дней начинаем думать, размышлять, что будет, если аудитории не понравится, например, мое выступление. Ну, в принципе, я так скажу, все мы запрограммированы переживать о своей репутации. Это, наверное, свойственно человеческому организму. Давайте немного войдем в курс биологии. Когда мы думаем о негативе, часть мозга, именуемая гипоталамусом, активируется и запускается гипофиз, который отвечает за выработку гормона. И вот как раз этот гормон стимулирует надпочечники, наши надпочечники, что приводит к выбросу адреналина в кровь. Наши мышцы шеи, спины сокращаются, и вы начинаете как бы сутулиться, и голова у вас опускается, уродуя осанку. И как бы у вас получается такая поза эмбриона. Если вы воспротивитесь, расправив плечи, подняв голову, ваши ноги и руки задрожат, так как мышцы тела уже инстинктивно приготовились к надвигающимся нападениям. Даже зрачки в этот момент расширяются, и поэтому вам становится трудно видеть вблизи, но легче видеть вдаль. На ваш страх сцены также влияет три основных аспекта, которые давайте мы сейчас разберем. Первое, это, конечно, генетика. Генетика имеет огромную роль. Как сильно вы нервничаете в какой-то социальной ситуации. Например, Джон Леннон выступал тысячи раз, и все равно известен факт, что перед выходом на сцену его подташнило. Потом есть такая баечка, я ее в консервадоре услышал. Сергей Рахмайнов выпивал одну или две рюмки коньяка и выходил на сцену, дабы снять, у него была неврология, дабы снять какие-то боли в теле, и, конечно, меньше волноваться. Но, естественно, можно понять, что алкоголь вообще расслабляет, и руки могут не слушаться. Второй аспект, это, наверное, ваш все-таки уровень подготовки. Как говорят, повторение мать учения, это репетиции, это репетиции, еще раз репетиции. С ними приходит опыт, а с опытом уже уменьшается какая-то нервозность. Иными словами, волнения перед выступлением будет меньше, чем больше у вас будет уверенность в своем выступлении. И третий аргумент – это риск. То есть, если вы провалитесь, то репутация пострадает самым серьезным образом. Чем выше, как говорится, ставки, тем выше вероятность погубить свою репутацию в случае, если выступление ваше провалится. Из-за этого происходит выработка еще большего адреналина, который проявляется парализующим страхом и нервозностью. Я сам по себе знаю, когда я участвовал в шоу «Украина – мой талант», в субботнем вечером нас смотрело больше двух миллионов человек. И это был прямой эфир. Естественно, я был зажат, был скован, был сосредоточен на всех задачах, которые мне надо было выполнить на сцене. И когда выступление закончилось, я просто прыгал от счастья, был такой всплеск адреналина, когда я всех обнимал, и мы все как-то чувствовали, что в принципе, ну, я с режиссером, да, что все у нас получилось на высоте. Хорошая репутация защищает нас, но и также провоцирует страх, что одно неосторожное движение может разрушить наработанный вес, да, в глазах вашей аудитории и лишить, наверное, каких-то возможностей в будущем. Так, ну как же нам побороть страх? Давайте рассмотрим четыре шага, как преодолеть их. Первое – это, конечно, подготовка. Вы когда-нибудь видели пианиста, который зубрит пьесы перед концертом? Да никогда. Вы занимаетесь месяцами, годами, десятилетиями, чтобы выучить какое-то произведение и хорошо его сыграть. Поэтому примерно вы уже понимаете, в первом отделении будут произведения такого плана, во втором отделении такого, и примерно какие у вас будут бисы. Репетиции, репетиции, еще раз репетиции. Репетируйте каждую часть вашего выступления. Второй пункт – это, наверное, репетировать, как на сцене. То есть, если вы будете как-то вот, ну, как сказать, выключив свет, например, сидеть в какой-то такой уютной обстановке, вы должны думать о том, что вас кто-то слушает. Даже, например, включать кнопку записи, чтобы у вас появилось какое-то волнение. То есть, репетировать максимум, как будто вы находитесь на сцене. Третье, как я сам помню, допустим, перед выступлением надо дышать глубоко, потянуться. Самое волнительное в выступлениях – это те минуты, которые уже остались вот даже секунды перед выходом на сцену. Чтобы побороть эту нервозность, можно зайти в туалет, ну, или в коридоре, потянуться руками вверх и сделать три глубоких птуха и выдоха. Это упражнение активизирует ваш гипоталамус и стимулирует выработку гормонов, ответственных за расслабление. Четвертый пункт – это, наверное, чем больше выступлений, тем лучше. Если вы хотите достичь высот в искусстве, вам нужно делать это чаще. Ну и поначалу, конечно, надо выступать, наверное, на мероприятиях высокого уровня, может быть, для своей семьи. Я сам в детстве играл для папы, для мамы, только потом уже приходил в школе, играл для учительницы и на экзамене. Ну вот, друзья, в принципе, сегодня мы рассмотрели, как побороть страх перед выступлениями, какие предпринять шаги, чтобы ваше выступление было хорошим. Желаю вам всего хорошего. Надеюсь, я помог своим блогом. Всем пока-пока и удачи!